Здравствуйте, друзья! Герман Греф, который 20 лет умело прикидывался финансистом, на деле оказался... ...обычным привокзальным решалой из 90-х. Обычные в том саду собраны все. Снимите слегка, ничего стоите здесь. Вы кто такие? Вы кто такие по жизни? Кто за вас мазу тянет? Надо сделать для этого, таксистов, отдельное место, согласен. Отдельную парковочку написать, так сказать. Убирай машину отсюда быстро. Вы на воде сейчас похожи, она скоро пустит банда какая-то. Почему тут банда? Ну потому что. Где нам встать? Где нам встать такое? Посмотри на него. В жизни придут себе сельсию в машину. Боже, я вас и не путожу. А ты здесь больше работать не будешь. Понимаю. Решал о уличной почетным дням. И глава правления самым крупным в России банком по-нечетным. Еще, еще, рот откроешь, и тебя здесь больше никогда не учишь. Понимаете? Хорошо. Друзья мои, если еще раз соберетесь вот так, вас больше здесь нет. Никого. А где угодно, не собирайтесь. Не слышу. А вот ты кто-то тут. Я, собственно, к этому и работаю. А ты кто? Кто? Ты кто? Фамилия твоя такая. Моя фамилия Берит. Твоя фамилия. Твоя родительская. Ты кто по жизни такой вообще? Вася. Ты как со смотрящим в хате базаришь. Это наш аэропорт. Мы его доим. Герои своего, который сидел в очереди к врачу, в лицо сказали, вы убийца. Вы все там убийцы. Вас никто не просил никого там спасать. Вы убийца, самый настоящий убийца. Да, убийца. Вы все убийца. Вот они так просмерных жителей убивают. А мы спасаем. Кого вы спасали? Вас кто просил их спасать? Вас никто не просил их спасать. Значит, вы убийца. Они не просили. Они не просили нас спасать. 328 серия бесконечного сериала. Нам обещали заплатить и не заплатили. Государство не заботится вообще ни копейки не дало нам раненым и свобочникам. Я прошу принять меры, пожалуйста, и решить этот вопрос. На войну поехал, чтобы на зубы себе заработать. А теперь просит деньги еще и на костыли. Это Норильск. Типичное летнее теплое утро. Доброе утро, друзья. 5 июня. В Норильске минус 2 градуса. Запоржилась у нас дорога Норильская Канлыкель. Закрыта для легкового автотранспорта. Объявлено штормовое предупреждение. На улице очень холодно, мерзко, метет. Ну, несмотря на это, я, конечно же, желаю всем вам хорошего дня и хорошего настроения. Давай. Пожалуйся, какая у тебя там плохая погода. Казахстан, Петропавловск. Люди получили компенсацию за поврежденные наводнением дома. Посмотрите, как они рады. Опа-на, какой дом? А? 75-й. Самый лучший? Нормально. Опа-опа, здрасте. Все, как? Здрасте. Немного 500-м, где-то 500-м, что рада. Мои эмоции зашкаливают. Я рада. Я рада, что не в России живу. Это бы мне просто подачку в 20 тысяч рублей компенсации бросили. Необесуемые впечатления. Казахстан и эмоции. Мы в первых рядах, и мы все это получили. Слева богатейшая полезными ископаемыми Россия. Здесь все. Нефть, газ, золото, платина, алмазы, металлы. А справа Казахстан. Треть территории которого – это степь. С кирпичного солнечного солнца. Да. Сейчас я. Очень. Это что? Да. Да, когда посмотрим. Где мои слезы радости? А? Мэр, Казупица. Где компенсация 20 тысяч рублей? Муж спрашивал, ради чего погиб? Привет, обманутый россиянин. Город Омск. Буквально пару километров за чертой города. Вот так у нас здесь уютненько. Скрепненько. Все по-домашнему. Грязь. Чтобы солдаты НАТО не захватили богатство и ресурсы. Вот так и живем. Ну, главное, что в Европе все еще хуже. А, это там люди живут, да? Я просто думал, как немца выбили в 43-м году, так русские больше не возвращались. А вы знаете, что самый лучший подарок – это книга. Вот такая. И вот такая. И вот такая. И еще много-много разных моих книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча Гордон Шоп. А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку. И еще много-много чего. Благодаря вам, покупателям фирменного магазина моего мерча Гордон Шоп, я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин Гордон Шоп. Помогаем фронту. Привет, обманутый россиянин. Посмотри, вот в таких вот апартаментах в США живут люди с очень небольшим достатком. Посмотри, вот такие вот дома и вот такой вот теннисный корт, например, здесь есть. Или вот такой вот бассейн есть, где можно купаться, отдыхать. Там вот я вижу площадку детскую, вот там вдалеке. Вот так вот живут люди с маленьким достатком. Это все бесплатно. Мы живем в подобных, но у нас только там бассейн есть, у нас немножко поменьше апартаменты. Да, жалко этих американцев с очень небольшим достатком. Ну, а если на ДС так плохо жить, проезжайте в Омск. Поживете хоть немного, как люди. Московский парк. Канавы, крапива, лопухи по поясу, скрепные мусорки, обоссанные лавочки, убитые. Дорожек нет. Люди ходят вон. Ноги себе ломают здесь. Вот оно. Позорище. Грязь, срач. Площадка из какого-то сделана. Чтоб люди дышали, когда занимаются. Да и заниматься, тут как бы я сказал бы. Есть ли вообще желание? Это ужас просто. Это вот все для... Я не знаю, для кого. Для кого эта площадка? Это площадка для вернувшихся с войны помилованных зэков. Чтобы им удобнее было насиловать и пытать утюгом людей, которые в парке бегают по утрам. Просто жесть. Просто жесть. Грязь, срач. Лавочка. Что-то называется лавочка. Кому-то лень была мусор нестык. А его здесь и не убирают. Дорожки. С какого-то, опять же, самого дешевого отсева. Засыпанный. Идешь, оно пылит. Обувь портится. Люди этой дрянью дышат. О! Русский мир. Русский мир. Как где русский побывает, везде Русью пахнет. Духом русским. Главное мебель, чтобы было понимание, что ближайшие дома находятся колоссально далеко, в принципе. Не лень же было вот эту дрянь сюда тащить. Ужас просто. Все загажено. Вообще все. Это парк, это Москва. Это не Лыдкарина, не Чита, не Хабаровск. Это Москва. Это Москва. Ну, и уж точно не Украина. Уж точно не Харьков. Доброго ранечка, Харьков. Наступ россиян зупинили. Вот, смотрите, сад Шевченко, какая красота. Какие у нас прибирали. Знаете, что делает эта геночка? Она находится место, где на гадали птицы поливает их водой и вычищает щитку. И Соловьева, и Скобееву, и Симоньян, и Караганова, и всех остальных. Думаю, уберут. Это только вопрос времени. Аминь. Аминь. Аминь.